Традиционно на моем новогоднем столе будет присутствовать салат оливье. И люблю я его не в классическом исполнении с вареной говядиной, а вариант с обычной молочной колбасой. Поэтому именно с молочной колбасы я решила начать обзор нашего новогоднего стола. Главный ингредиент для оливье в моем исполнении будет стоить около 180 рублей. Если делать его с мясом, стоимость топового новогоднего блюда сразу подскакивает больше, чем вдвое. Говядина стоит около 300 рублей за килограмм. Зеленый горошек в среднем 60, яйца 80 рублей за десяток. Специалисты Ростата подсчитали, что стоимость новогоднего стола в этом году для семьи из четырех человек обойдется примерно в 6000 рублей. Готовить буду, как всегда, оливье, вкусняшки всякие, уточку с яблочками, мандаринки будут, конечно, на столе, бананы и всякие разные вкусности. Утка на новогодний стол Татьяне и другим любителям этой птицы обойдется примерно в 450 рублей за килограмм, яблоки в среднем по 100 рублей. По той же цене овощи, огурцы и помидоры. А вот ценник на десерты скачет. Килограмм конфет в среднем 250 рублей, а что посущественнее, например, торт от 600 рублей и выше. Еще, конечно, что-то будем придумывать, украшать и разнообразить стол, чтобы это доставило всем радость и удовольствие на новогодний вечер. Меню новогоднего стола достаточно традиционно. Это, как правило, оливье сельд под шубой. Горячие блюда, мясные и сырные нарезки, деликатесы и гристое вино. Картофель – основная составляющая почти всех блюд, салатов и гарнира – от 20 рублей за килограмм. Зелень – 30 рублей 100 граммов. Деликатесы – шпроты от 100 рублей, сервелат – от 200 рублей за упаковку. Нарезка из соленой нерки – 249 рублей за 150 граммов. Красная икра – около 400 рублей за баночку в 100 граммов. Сумма нашей новогодней продуктовой корзины почти совпала с данными Росстата – около 6,5 тысяч рублей, заметим, без учета алкоголя. Именно такую сумму надо иметь в кармане среднестатистической приморской семье, чтобы вкусно посидеть за новогодним столом. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.